Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис» Сморгонское кабельное телевидение АМИ-мебель. Время покупать. Диван-кровать «Мартин» за 2 миллиона 200 тысяч. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Время покупать. Кровать «Элиза» всего за 2 миллиона. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Новинка. Диван-кровать «Жаклин» всего за 3 миллиона 600 тысяч. И 2 подушки в подарок. АМИ-мебель. Верное, 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 верное сердце. 21 октября. Районный центр культуры в 19 часов. Александр Солодуха в новой концертной программе «Верное сердце». Цена билетов 100 тысяч рублей. Заказ билетов по телефону 3-43-45 МТС 8-0-33-655-6281. Если в небо не ворвется любовь. Здравствуйте. В эфире информационный выпуск программы «События» в студии Анна Лешкевич. На выборах президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав по предварительным данным 83,49% голосов. Сообщила журналистом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Передает корреспондент Белта. При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов. За Татьяну Короткевич по стране отдали голоса 4,42%. Сергей Гайдукевич набрал 3,32% голосов. Николай Улахович – 1,67%. Лидия Ермошина еще раз подчеркнула, что это именно предварительные данные. Окончательные будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата. Участие в голосовании приняли 6,102,896 избирателей. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Такие данные размещены на сайте Центра избиркома Беларуси, сообщает Белта. Лидером по явке стала Витебская область – 91%. Меньше всего избирателей от числа включенных в списки проголосовало в городе Минске – 73,33%. На участках за рубежом проголосовали более 82,5% граждан. Выборы президента Республики Беларусь состоялись. По данным районной избирательной комиссии, в Сморгонском районе было организовано 40 избирательных участков, которые были расположены в привычных для сморгонцев местах. Накануне заключительного этапа избирательной кампании будущим избирателям были разосланы приглашения с указанием адреса, куда необходимо прийти, чтобы принять участие в выборах президента Республики Беларусь. В этом году на Сморгонщине впервые голосовали 188 молодых избирателей. Велась большая работа. С ними велись семинары, встречи, учебы. Работал также клуб молодого избирателя, где проводились беседы, где разъяснялась значимость всего этого события большого политического. А также районным комитетом БРСМ были разработаны специальные яркие пригласительные и были разосланы индивидуально каждому впервые голосующим. И сегодня мы будем им также вручать открытки от Центра избирком, открытки поздравления от Лидии Ермошиной. Ну и маленькие календари от БРСМ. Молодежь приняла активное участие в нынешней избирательной кампании. Они участвовали на всех ее этапах – сборе подписей, агитации. Молодые люди вошли в состав избирательных комиссий и находились в числе наблюдателей. Для тех, кто впервые пришел на избирательные участки, БРСМ и председатели комиссии подготовили поздравления и небольшие подарки и сувениры. Молодые избиратели отметили, что они к предстоящему важному политическому событию отнеслись серьезно. И даже во время голосования немного волновались, ведь их голос также предопределит дальнейшую судьбу страны. Узнал я от БРСМ. Мне позвонили и пригласили голосовать домой. Ответственность, да. Я чувствую ответственность за свой выбор. Так, первый раз голосую. Я волнуюсь за будущее своего государства. Думаю, сделал правильный выбор. Голосовал я первый раз, поэтому немножко волновался. Проголосовал, чтобы, конечно, не было войны. Самое главное, чтобы было спокойно в стране. Надеюсь, что все будет хорошо, в порядке. Основной день выборов президента Республики Беларусь проходил в воскресенье 11 октября. Досрочное голосование начало с 6 октября и продлилось до 10 октября. Председатели участковых избирательных комиссий отметили высокую активность сморгонцев. На досрочном голосовании у нас проголосовало 629 человек. Это 41,6%. Такого, в общем-то, не было никогда. Самые активные наши избиратели в этот раз были на досрочном голосовании. И сегодня, вот уже к этому времени, еще нет и обеда. Уже более 50%, это я могу вам сказать с уверенностью, выборы на нашем участке, можно сказать, состоялись. На участке было зарегистрировано 1510 избирателей. Значит, ну и вот уже на это время более 700 человек приняли участие в голосовании. Подготовка к выборам президента Республики Беларусь началась у членов участковых комиссий задолго до основного дня голосования. Это и уточнение списков избирателей, учеба, отправление приглашений избирателям. И эта работа дала положительные результаты. Голосование идет очень спокойно, никаких каких-то эксцессов нет, наблюдатели дают хорошие отзывы, потому что, ну, как мы считаем, что мы люди свободные только лишь потому, что мы живем в рамках закона. И все, что происходит на участках, это все идет по кодексу. И никак нет никаких отступлений абсолютно. Избиратели тоже спокойно себя ведут, достойно. Иногда некоторые даже не хотят заходить в кабинку для голосования. И их воля и изъявления они не считают, что должно быть тайной. Они высказывают свою точку зрения, они голосуют, голосуют правильно. И так, как они считают, а не так, как мы. И считают, что их голос должен именно всеуслышанным быть. От наблюдателей не было серьезных замечаний. Были вопросы по, почему мы не предлагаем слабовидящим лупу, хотя у нас несколько луп. Просто избиратели иногда отказываются, говорят, извините, у нас есть свои очки. Достают сумочек очки и ими пользуются. В основной день голосования на всех избирательных участках работала выездная торговля. Выступления артистов придавали частичку торжественности и создавали праздничное настроение. Белорусский комитет молодежных организаций в Сморгоне также организовал опрос граждан на выходе из избирательных участков. А сморгонцы голосовали за стабильность, мир и процветание нашей республики. Хорошая в нашу страну. Она и так у нас свободная и счастливая. А вы? Во-первых, за стабильность. Во-вторых, за мир. И в-третьих, чтобы жизнь была лучше. Вот и все. У меня зависит все. Мне хотелось, чтобы это самое мнение учлось. Даже получится оно, не получится. Но я хочу, чтобы мое время не потерялось, а именно учлось на этих выборах. Мне бы хотелось, конечно, немножко изменений, чтобы у нас это самое в социальной сфере изменилось. Не то, что на данный момент творится. Ну, будем видеть, что получится. Гражданский долг каждого человека проголосовать. Поэтому я и пришла. Нам всегда хочется жить лучше и лучше. Я надеюсь, что и в этот раз что-нибудь изменится в лучшую сторону. И тот, кого выберут, он сделает все, чтобы людям жилось хорошо, мирно, спокойно. Я пришла проголосовать за то, чтобы у нас в стране был мир, спокойствие, чтобы мы ходили спокойно по улице. Ну и чтобы все было хорошо. Мы проголосовали за мир, за стабильность в нашей стране, чтобы жилось хорошо, еще лучше. И живет тот, кто хочет жить, тот живет. Мы специально не голосовали досрочно, чтобы сегодня приехать и проголосовать именно в день выборов. Для тех избирателей, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогли в день выборов прийти на избирательный участок, голосование было организовано по их месту проживания. Анисей Будай 86 лет. До выхода на пенсию работала медсестрой в больнице. И сегодня старается быть в курсе происходящих событий в стране. И в день выборов президента Республики Беларусь с нетерпением ждала представителей участковой комиссии. Я хочу за мир, за дружбу, и чтобы наша Беларусь была спокойная, и чтобы мы жили в богатстве. И чтобы наш президент, который мы избрали, чтобы он всегда исполнял свои обязанности, что он обещает. В 8 часов вечера 11 октября по всей стране были закрыты все участки для голосования. И начался подсчет голосов. Подсчет начался с того, что первым был скрыт ящик для досрочного голосования и подсчитаны все бюллетени, которые там находились. Затем скрывались ящики для голосования, которые использовались при посещении избирателей на дому. И последним открывали ящик, который использовался в день выборов. Первые предварительные результаты были оглашены председателем Центральной избирательной комиссии по выборам президента Республики Беларусь Лидии Ермошиной. О результатах избирателей компании в Сморгонском районе можно будет узнать в нашем следующем выпуске программы «События». Работы по строительству Беларусской АЭС ведутся строго по графику. Об этом доложил президенту Беларуси Александр Лукашенко во время его посещения площадки строительства Беларусской АЭС в островце. Вице-премьер Владимир Семашко передает корреспондент «Белта». Александр Лукашенко интересовался вопросами безопасности. Он обратил особое внимание на то, что при возведении Беларусской АЭС ни в коем случае не стоит торопиться. Президенты заверили, что при всех работах соблюдается четыре этапа контроля. Владимир Семашко подчеркнул, что строительство ведется в соответствии со строгим регламентом соблюдения качества. Согласно генеральному контракту, возведение первого энергоблока должно завершиться в 2018 году, второго энергоблока – в 2020. В настоящее время ведутся работы на основных зданиях и сооружениях энергоблоков номер один и номер два, а также в вспомогательных объектах электростанции. В 2016 году планируется приступить к монтажу ядерного реактора, турбины, парогенераторов, сварке главного циркуляционного трубопровода. В настоящее время все оборудование длительного цикла изготовления выбрано и заключены контракты на его изготовление. Для Белорусской АЭС законтрактовано оборудование на сумму чуть выше двух миллиардов долларов. Основная поставка оборудования планируется с 2016 года. Во вторник, 13 октября, с 10 до 11 часов прямую линию по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел с Маргонским РОСК проведет начальник Сморгонского района отдела Следственного комитета Андрей Владимирович Резин по телефону 4-20-29. В среду, 14 октября, с 14 до 15 часов по теме о порядке назначения выплаты пособий семьям воспитывающим детей и пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам проведет начальник отдела социального страхования Гродненского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Васильевна Колодинская по телефону 8-015-2-74-07-18. В четверг, 15 октября, с 10 до 12 часов прямую линию по вопросам организации стационарной помощи населению района и о порядке медицинского обеспечения, подготовке граждан к срочной военной службе проведет заместитель главного врача по медицинской части Виталий Эдвардович Крупович по телефону 2-19-93. Начал вещание телеканал «Беларусь-4 Гродно». Торжественный запуск нового регионального телеканала состоялся в 7 утра в пятницу 9 октября. С этого момента «Беларусь-4 Гродно» будет транслироваться ежедневно с 7 до 23 часов. Зрители смогут смотреть его по интерактивному телевидению зала и в сетях кабельных операторов во всех районах области. «Беларусь-4 Гродно» станет полноценным региональным каналом. Пока ежедневное 16-часовое вещение будет вестись в своеобразном тестовом режиме. Наполнение останется привычным для зрителей. До 1 января на «Беларусь-4 Гродно» будут транслировать выпуски новостей, уже популярные программы, фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Главный плюс перехода на новый канал – это возможность для зрителей смотреть программы в удобное для них время. Идея создания регионального телеканала «Беларусь-4» принадлежит «Белтелерадиокомпании» и поддержана Министерством информации Республики Беларусь и облсполкомами. Праздничные приемы, торжественные встречи для женщин-матерей накануне Дня матери пройдут во многих трудовых коллективах. Поздравление свой адрес получат и многодетные мамы, родительницы приемных и опекунских семей, детских домов семейного типа, женщины, награжденные Орденом Матери. В районе также пройдут многочисленные концерты и семейные праздники. Учреждения образования проведут различные конкурсы и выставки. В родильном отделении Сморгонской центральной районной больницы состоится чествование матерей, родивших детей в эту праздничную неделю. В числе мероприятий, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию Дня матери в Сморгонской детской школе искусств имени Михаила Клеофаса Агинского, представлена выставка работ воспитанников школы «Мы подарим маме капельку тепла». День матери – это, наверное, один из самых трогательных праздников. Есть такая миссия на земле, которая целиком и полностью принадлежит женщине. Стоять у колыбели, бороться с любыми напастями, защищая огонек новой жизни. Вводить маленького человека в мир взрослых людей, помогать ему сделать первые самостоятельные шаги. С Моргонской детской школе искусств имени Михаила Клеофаса Агинского выставка работ учащихся художественного отделения организована впервые и в дальнейшем планируется станет доброй ежегодной традицией учреждения, отметила заместитель директора по воспитательной работе Марина Пахомова. «Мама» – олицетворение нежности, любви, заботы, надежды, защиты. И для каждого ребенка образ мамы неповторим. «Моя мама самая лучшая. Она добрая, красивая. Она умеет выслушать, может помочь в любую секунду. Моя мама очень красиво рисует, красиво одевается, и она ласковая. Моя мама самая красивая, добрая, справедливая. Моя мама, она меня любит. Она со мной очень любит делать уроки, и она любит готовить, и она очень любит цветы. Моя мама любит семью и любит работу. Она лечит детей. Моя мама очень любит убирать и очень вкусно готовить. Я ее люблю. «Дорогие мамы, мы вас любим!» В среду, 14 октября, в районном центре культуры в 15 часов состоится праздничный концерт «Поздравление, рожденное любовью, слово «мама». Вход свободный для всех желающих». Продолжаем программу. Бешенство в наше время является широко распространенным заболеванием. Оно относится к природно-очаговым болезням всех видов млекопитающих. На данное заболевание не влияют ни природно-климатические факторы, ни географическое положение. Оно может возникнуть даже в той стране, где его удалось победить. А всюду, где имеются очаги бешенства среди животных, под угрозой находятся люди. Как обезопасить себя от смертельного заболевания, выясняла и наша съемочная группа. Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являются дикие хищники. Наибольшую опасность для человека представляют лисы, безнадзорные собаки и кошки. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения, поврежденных кожных покровов или наружных слезистых оболочек. Из места укуса вирус поднимается по периферическим нервам и, достигая головного или спинного мозга, начинает активно размножаться, вызывая тяжелые и необратимые поражения центральной нервной системы. Развитие заболеваний заканчивается, как правило, смертельным исходом. Если взять аналогичный период 2015 года и 2014, то в республике выросло количество заболеваний бешенством среди животных. Где-то на 44%. Основная масса животных, которые заболевают бешенством, это дикие животные. И больше 70% это лисы. Что касаясь нашего района, то в 2015 году у нас зарегистрирован один случай бешенства среди животных. Это была лиса. Население должно знать, что если дикое животное заходит в деревню, значит, какая-то проблема с данным животным существует. И вот один из признаков именно заболевания бешенства у животных, то, что они спокойно идут к человеку, не боясь. Известны случаи, когда заражение человека происходило при снятии шкур с трупов инфицированных диких животных. Одним из источников распространения заболевания для городских жителей являются больные бешенством бродячие животные. Высокий риск инфицирования у владельцев домашних животных, нарушающих правила содержания и выгула своих питомцев. Кроме того, следует вовремя вакцинировать четвероногих друзей против бешенства. У нас в поликлинику обратились за прививками 44 человека. 25 по показаниям сделаны прививки. Основные обращения, которые были за прививками, это контакт с домашними животными. Укусы питомцев в основном спровоцировали сами пострадавшие, отметила Марина Турейко. Животные считаются заразными за 3-10 дней до появления признаков болезни и далее в течение всего периода заболевания. Часто больных бешенством животных можно отличить по обильному слюно- и слезотечению, а также при наблюдении признаков водобоязни и повышенной агрессии. В случае укуса, ослюнения, оцарапывания животным следует незамедлительно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Лечения против бешенства нет, но существуют высокоэффективные вакцины. Успех в профилактике заболевания, а значит и жизнь человека, зависит от того, насколько быстро будет оказана помощь. Верное, 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 верное сердце 21 октября районный центр культуры в 19 часов Александр Солодуха в новой концертной программе «Верное сердце». Цена билетов 100 тысяч рублей, заказ билетов по телефону 343-45 МТС 8033-655-6281. Если в небо не ворвется любовь. Ами-мебель. Отличные цены на новинки. Шторы и тюли от 300 тысяч. Ами-мебель. Ами-мебель. Супер цены на новинки. Компьютерный стол «Марсель» всего за 800 тысяч. Ами-мебель. Ами-мебель. Время покупать. Купи кухню от «Жлобин мебель» всего за 3 миллиона. Ами-мебель. Ами-мебель. Время покупать. Спальня «Надежда» от «Жлобин мебель» всего за 6 миллионов при покупке матраса. Ами-мебель. Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис». Сморгонское кабельное телевидение. После рекордного тепла в сентябре октябрь решил уравновесить обстановку. И арктический антициклон принес рекордные холода. На многих метеостанциях были зафиксированы суточные рекорды температур. Так, по Брестской области столбики термометров опускались до минус 10 градусов. В Сморгонском районе – до минус 5. Как отмечают синоптики, в ближайшее время характер погоды существенно не изменится. Его определит на территории Сморгонского района все тот же арктический антициклон. Но в середине недели он начнет прогреваться, и температура воздуха станет медленно подниматься. Во вторник, 13 октября, ночью столбики термометров покажут 0, минус 2. Днем – плюс 6, плюс 8 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. В среду, 14 октября, погода будет комфортной. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью температура воздуха покажет около нуля. Днем воздух прогреется до плюс 8-10 градусов. В четверг, 15 октября, станет больше облаков. Ночью и днем сохранится такая же погода. В ночные часы около нуля, днем – 8-10 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный. До конца недели арктический антициклон сдаст свои позиции. С юга Европы на территорию Сморгонского района начнет поступать неустойчивая воздушная масса. Не исключены дожди. Уйдут ночные морозы и температура воздуха в ночные часы составит плюс 2, плюс 7, а днем покажет плюс 5-10 градусов. Температурный режим октября вернется в норму. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин